Продолжение следует... И мы можем поделиться своим опытом со всеми людьми, которые пришли сегодня, а особенно те люди, которые впервые здесь. И девушка, которая сейчас задала вопрос, что мне делать этот первый раз, я сразу отвечу вам. Вы должны для себя решить, для чего вы сюда пришли. Что вы хотите в вашей жизни. Я объясню эти слова. Два. Люди приходят либо для того, чтобы получить или улучшить здоровье, либо для того, чтобы изменить свою финансовую ситуацию в жизни. Практически всегда это два в паре. Практически это все идет всегда параллельно. Так вот, вы для себя решите, что вы хотите изменить со своим здоровьем, и для себя должны написать на бумаге цифры, которые вы хотите ежемесячно получать. Написать для себя обязательно. И тогда вашему спонсору будет намного проще с вами работать и говорить, что для этого нужно делать. Потому что, как в 12 стульях, Шура, сколько тебе нужно для счастья? Помните эту фразу, да? Вот, в соответствии с этим и вложена энергия и время его спонсора. Точно и в нашем бизнесе. Мы требуем, мы требуем с Таней, я не боюсь этого слова, мы не просим, а требуем настоятельно, чтобы человек признался и высказал это вслух между нами. Сколько человек хочет зарабатывать ежемесячно, не получить один раз, а регулярно, стабильно. И в связи с этим мы уже инвестируем свое время в этого человека. Это очень важно, потому что один человек хочет, говорит, я хотя бы 500 гривен, ну это 100 долларов, хотя бы к этому уровню прийти. Другой человек, который уже где-то состоялся в жизни, он хочет, у меня нас спрашивают сейчас наши уже друзья-бизнесмены. Ребята, а что нужно, чтобы двадцатку хотя бы в месяц зарабатывать? Это 20 тысяч долларов. К этим людям мы уже относимся по-другому и будем инвестировать время, соответственно, другое. Понятно? То есть это самый простой первый шаг, который вы должны сделать. Следующий шаг, это написать список. Тот список, который вы знаете, как это делать, или если не знаете, вам спонсоры это расскажут и объяснят. Без этого вы просто не сможете сделать бизнес. Оздоровиться, да, без списка легко, но для бизнеса список крайне необходим. Это два главных момента. Третий момент, что уже сказала Танюша, это обучаться. Мы должны развиваться, мы должны уметь общаться с людьми. Таня юрист по образованию, я врач. Никто не получал специального образования, специальных знаний в бывшем союзе, для того, чтобы можно было качественно общаться с человеком. И мы были вынуждены этому научиться. Это легко сделать. Есть тренинги, есть спонсоры, есть книги, есть видеоматериалы, которые показывают, как это нужно сделать. Это тоже легко сделать. И для этого не нужно быть семи пядей во лбу. Любой человек, любого возраста, даже дети, у нас участвуют в нашем бизнесе. Даже наш сын иногда в школе что-то продвигает. Какие-то витаминки или что-то. Это легко. Ну, Одесса, есть Одесса. Я с удовольствием расскажу вам то, что сформировало и укрепило нашу Станин веру. Потому что без веры, их вер, вообще вер несколько. Вера в продукт, вера в компанию и, что очень важно, вера в бизнес, в систему этого бизнеса, MLM. Правильно я говорю? Здесь так? MLM. MLM, да? У нас это называется сетевой маркетинг. Вот эти три веры у вас должно быть здесь. Но бывает так, что люди потеряны в этой жизни. И либо наша система савдеповская, либо другие условия выбивают у человека из-под ног эту веру. И Форевер возвращает вместе с правильными, умными спонсорами эту веру этого человека. Правильно? Друзья, профессионалы. Редактор субтитров А.Семкин